Виртуальный мир Виртуальный мир Виртуальный мир Для неподготовленного ума Виртуальный мир Преисподняя Выплыть из этого адского водоворота Цифровых ужасов Могут только самые выносливые Мы расскажем обо всем Самым враждебным человеку Что встречается По ту сторону экрана В эфире страшно интересная десятка Безумных ученых Виртуального мира В ближайшие полчаса Вам будет страшно и интересно Их работы Насколько гениальны Настолько безумны Мы представляем вам Хит-парад Самых сумасшедших ученых Виртуальной вселенной Ученый Брюс Баннер Не был безумным Талантливый исследователь Трудился над проектом По созданию совершенного солдата Но именно его работа Превратила человека В того, кто стал ужасом Для жителей американских городов Участившиеся вспышки ярости Ставшие обыденным явлением В его жизни Преображали его до неузнаваемости Теряя человеческий облик Парень превращался В гигантского зеленокожего монстра Халка Крушащего все Что попадалось под рук Он мог с легкостью Пробить своими ручищами Железобетонную конструкцию Или швырнуть автомобиль На добрую сотню метров Окружающие от него шарахались Власти любыми средствами Пытались остановить Исполина Не понимали они Что Халк Это не разбушевавшийся хулиган Это всего лишь Несчастный человек Который жил В постоянном состоянии паники Зверь Сделавший гениального ученого Безудержным безумцем Брюс Баннер Он же Халк Сегодня открывает Десятку Самых безумных исследователей По ту сторону Монитора Доктор Морган Доктор Морган был настоящим гением Ему удалось то Чего не удавалось никому Найти способ лечения Странного заболевания ДНФ Поражающего детей Эй Эй ты голова Не закрывай нам солнце Или давай поиграем Но когда выяснилось Какие методы Использовал исследователь Восхищение сменилось Презрением А высокое звание целителя Хотелось заменить ругательством Да вот Опять бродишь Если ты хочешь выстрелить То должен позволить Мне помочь тебе в этом Для достижения результата Он не гнушался ничем Готов был пойти На любые жертвы Заставлял страдать И умирать подопытно В застенках своего сумасшедшего дома Он творил невообразимое издевательство Который называл эксперимент Сыворотка вводится непосредственно В нервные клетки мозга И не причиняя никакого вреда обезьяне Вызовет мучительную боль во всем теле Но это же не эксперимент Это пытка Какова цель? Цель у доктора была одна Научные выводы любой ценой Даже ценой чужих страданий Нельзя приготовить омлет Не разбив яиц Поговаривал он К счастью, его коллеге Максу Лаутону Удалось остановить безумца И его бесчеловечный конвейер Доктор Морган? Что это за тест? А, Макс, это ты? Как раз вовремя Доктор Морган из Шизариум Оказался на девятой строчке Хит-парада Самых сумасшедших ученых Виртуального мира Я понимаю, что это очень смущает тебя И даже пугает Но эти исследования Помогут очень многим людям Когда на инструктаже Подразделению Виски Кампани Дали задание Арестовать военного преступника И биотеррориста И биотеррориста Роланда Кейна Джозеф Торок Новобранец отряда Был озадачен Когда-то солдат Входил в состав Подразделения Волчья стая Под командованием Генерала Кейна Которому поручали Самые секретные миссии Он не мог даже Предположить Что у его командира Типичного вояки Есть задатки ученого Но раз начальство Отправило Такую серьезную силу Как Виски Кампани На опасную Для обитания Кишащую динозаврами Планету Значит информация Генерале Достоверна Роланд Разработал Новый биотоксин Способный Погубить Все население Земли Для своей лаборатории Злодей выбрал Очень удачное место Планета Принадлежащая Кампании Мендель Грумман Напоминала Огромную Зеленую лову Непроходимые джунгли Динозавры С огромными челюстями А также Сотни наемников В таких условиях Обычный человек Прожил бы Не более Десяти минут Но Джозеф Турок Профессиональный Командос Преодолел Все преграды И расправился С бывшим генералом Роланд Кейн Из Турок Перепрофилировавшийся В исследователя Стал на восьмое место В списке Самых безумных Ученых Виртуального мира Оставайтесь с нами Через минуту Вы увидите Чем может Обернуться Для города Излишняя самоуверенность Ученого Не переключайте Мы продолжаем Знакомить вас С самыми Безумными Учеными Цифровой Вселенной Похоже Что ядерная Война Не научила Человечество В целом И ученых В частности Оценивать Масштабы Последствий Своих действий Едва Пережив Ту страшную Катастрофу Отдельные Деятели Науки С каким-то Неистовым Безумством Принялись Ставить Новые Эксперименты Не утруждаясь Предварительными Расчетами Одним из таких Сумасшедших Ученых Был доктор Уэстон Леско Будучи Абсолютно Уверенным В своей Гениальности Он ввел Изобретенный Им мутаген В личинке Гигантских Муравьев Надеясь Таким образом Уменьшить Размер Гадов Я намереваюсь Генерационно Уменьшить Огромные Фигуры При помощи Предродового Введения Мутагена Умно Правда? Результаты Оказались Катастрофическими Город Грейдич Со всеми его Жителями Был буквально Сожжен до тла Мутировавшими Насекомыми Вместо того Чтобы уменьшиться В размерах Они обрели Способность Испускать Пламя Безумный Ученый Предпочитал Не зацикливаться На проблемах Высокой морали Ему было Наплевать На страдания Не только взрослых Но и невинных Детей У меня нет Времени на детей И детские игры Что они знают О том Как важен Мой труд Да Свой так называемый Труд Он ценил Больше всего На свете Вот только Был ли этот труд Так нужен людям Все ученые Принимают ответственность За свои ошибки Это профессиональное Уэстон Леско Из Fallout 3 Создавший Муравьев Поджигателей Спаливших Целый город Без каких-либо Угрызений Совести Поднимается На седьмую ступеньку Нашего хит-парада Эксперимент Имеет Очень сложную Природу Объяснить Их может Только ученый Известно Что Генрих Гиммлер Горячо Интересовался Оккультизмом Именно он Был инициатором Создания При СС Специальной Паранормальной Дивизии Которая стала Заниматься Военными Разработками Оккультного Характера Построенный В древнем Замке Вольфенштейн Икс-лаборатории Возглавил Оберфюрер Уильхем Штрассе Человек С моноклем Это Вильгелем Страссе Также известный Как Голова Смерти Яркий Но жестокий Ученый Возглавляющий Отдел Особых Проектов Гиммлера Этот Жуткого Вида Тип С лысой Головой И шрамом На лице Которого За внешность Прозвали Мертвой Головой Сразу Приступил К работе Результаты Не заставили Себя Ждать В застенках Мрачного Замка Появились Первые Образцы Зомбированные И генетически Измененные Организмы Созданные На основе Человеческих Тел С использованием Кибернетики И биоинженерии Позволь мне Представить Тебе Кое-кого Не смущайся Когда встретишься С моим Прототипом Это Финал Всех Моих Исследований Убер Солдат Супер Солдат Каждый Новый Убер Солдат Был Мощнее Агрессивнее Страшнее Гениальный Доктор Штрассе Торжествовал Еще немного И в ряды Нацистской Армии Влилась бы Самая мощная В истории Человечества Сила С которой Не смогла Бы справиться Ни одна Военная Машина Но планом Его Не суждено Было Сбыться Американский Разведчик Уильям Блацкович Проник В замок И уничтожил Лаборатории Вместе С образцами Гениальный Уильям Штрассе По прозвищу Мертвая Голова Из Return to Castle Вольфенштейн Расположился На шестой Строчке Списка Самых Безумных Ученых По ту Сторону Монитор Блацкович Да Ты потрясающий Образец Я с удовольствием Уничтожу тебя Кусочек За кусочком Несчастен Безумец Желающий Поработить Мир Ибо сам Он Становится Рабом Своей Идеи Доктор Кригер Избрал Трамплином Для Осуществления Своего Дерзкого Замысла Затерянный Тропический Остров Кабату Там он Развернул Целый Гарнизон Охранявший Секретные Базы В которых Проводились Чудовищные Исследования Сотни Приматов Содержались В клетках Чтобы Вскоре Стать Опасными Мутантами Невольным Свидетелем Всего Этого Безобразия Стал Джек Карвер Работавший Простым Владельцем Лодочной Станции Оказавшись В джунглях Кишащих Вооруженными До зубов Солдатами И свирепыми Мутантами Он начал Пробираться К базам Кригера Какого 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 Было Удивление Карвера Когда Внутри Мрачных Казематов Он Обнаружил Тактические Ядерные Боеголовки Которые Кригер Планировал Направить На цивилизованный Мир Самое Ужасное Было То Что Таким Образом Сумасшедший Ученый Собирался Рассеять Воздухе По всему Миру Разработанный Им Мутаген Джеку Не оставалось Ничего Кроме Как Добраться До Безумца И Прикончить Его Помешанный На превращении Людей В Мутантов Доктор Кригер Из Фар Край Находит Свой Бесславный Конец На Пятой Строчке Хит Парад Он был Одним Из Основателей Печально Известной Корпорации Амбрелла Продукцией Которой Пользовалось 90% Американцев Он Вместе С Созуэлом Спенсером Превратил Фармацевтического Гиганта В Крупнейшего Производителя Биологического Оружия Он же Стал Изобретателем Страшного Т-вируса Ставшего Настоящим Кошмаром Для Человечества Доктор Джеймс Маркус Именно Этот Безумец Придумал Выпустить Вирус Из Лаборатории Чтобы На живых Людях Как На подопытных Крысах Испытать Воздействие Заразы На Органические Существа Последствия Такого Опрометчивого Шага Стали Поистине Катастрофическими Раккун-Сити Небольшая Испанская Деревушка Поклоняющаяся Культу Лос Иллюминадос Американский Район Кижуджу Стали Анклавом Омерзительных Чудовищ Зараза Распространялась С невиданной Скоростью Было очевидно Что все Человечество В скором Времени Станет Жертвой Изобретения Сумасшедшего Доктора Джеймс Маркус Из серии Resident Evil Благодаря Изобретенному Т-вирусу И ужасным Последствиям Его распространения Занял Четвертое место Тип-парада Прервемся На мгновение А потом Вернемся К тройке Самых безумных Ученых Игровой вселенной Не переключайтесь Порой Их действия Настолько Неадекватны Что в пору Звать их Сумасшедшими Мы открываем Тройку Самых безумных Ученых Виртуального Зазеркалия Как говорил Инаядхан Хидаяд Религия Есть урок Который предназначен Для обучения Правильному Образу жизни Для достижения Самого Смысла жизни Доктор Келос Мерсер Судовой Врач Ишимуры Похоже Неправильно Истолковал Этот урок Когда сначала База на планете Эгида-7 А потом И сам Потрошитель Планет Подвергся Нападению Некроморфов Фанатичный Юнитолог Воспринял Это с восторгом В ужасных превращениях людей В омерзительных чудовищ Безумец увидел Начало перерождения Человечества Сумасшедший ученый Начал с особым рвением Проводить над людьми Опыты С целью вывести Идеальную породу Некроморфов Убедив Членов экипажа Совершить массовое самоубийство Он получил Достаточное количество Человеческого материала Для осуществления Своего замысла В медицинской лаборатории Предназначенной Для спасения жизни Он создал Нечто Сеющая смерть Регенерирующего Мутанта Которого практически Невозможно убить Так врач Давший клятву Гиппократа И пообещавший Лечить людей Превратился В безумного палача Узрите же Раскайние Настоящего вероинства Свихнувшийся Доктор Келлус Мерсер Из Dead Space Открывает тройку Самых сумасшедших Ученых По ту сторону Монитора Своими руками Убить собственного Маленького ребенка Только в голову Сумасшедшего Может прийти Такая мысль У доктора Харлона Вейда Определенно было Не все в порядке С головой Раз он решился Отдать дочь В жертву Научным исследованиям Он распорядился Погрузить Восьмилетнюю Альму В саркофаг Дабы использовать Ее экстрасенсорные Способности Для создания Командиров-телепатов В рамках проекта Источник Напрочь забыв Об отцовских чувствах И каких-либо Моральных нормах Сумасшедший ученый Стал создавать то Что через несколько лет Нависло Дамукловым мечом Не только над корпорацией Армаком Текнолоджи Но и над всем человечеством Сознание униженной девочки Вырвалось наружу И показало Что такое Кошмар Страшный суд Вот что устроила Альма За то, что отец Обошелся с ней так жестоко Карлон Вейд Добровольно шагнул в пропасть А вместе с собой Потащил туда человечество Безумный доктор Из Фир Пожертвовавший жизнью Собственной дочери Ради научного эксперимента Заслуженно занял Вторую строчку Нашей десятки Кто же из виртуальных ученых Претендует на роль Самого гениального злодея Прежде чем мы Назовем обладателя Первого места Давайте перечислим Всех лауреатов Название Самого безумного Ученого Открывает десятку Брюс Баннер Который благодаря Неудачному эксперименту Превратился В свирепого халка На девятой строчке Доктор Морган Из Шизариум От методов которого Волосы встают дыбом Генерал Роланд Кейн Из Турок Перепрофилировавшийся В исследователя Становится восьмым В списке безумных ученых Уэстон Леско Из Фалау-3 Создавший муравьев-поджигателей Спаливших целый город Поднимается на седьмую ступеньку Шестым стал крестный отец Зомбированных убер-золдатом Гениальный Уильхельм Штрассе По прозвищу Мертвая голова Из Return to Castle Вольфенштейн На пятой позиции Нашел свой бесславный конец Доктор Кригер Из Far Cry Помешанный на превращении Людей в мутантов Джеймс Маркус Из серии Resident Evil Благодаря изобретенному Т-вирусу Занимает четвертое место Открывая тройку Свихнувшийся Доктор Келус Мерсер Из Dead Space Фанатичный юнитолог Возомнивший себя Новым пророком Доктор Харлон Вейд Из Fear Пожертвовавший жизнью Собственной дочери Стал вице-чемпионом В гонке за звание Самого безумного ученого А сейчас Обладатель первого места Нашего хит-парада В конце 21 века Человечество истощило Свои природные ресурсы И обратило взгляд на Марс Могущественная корпорация UAC Построила на Красной планете Огромные лаборатории По созданию условий Пригодных для жизни В чужом мире Процессом руководил Ведущий ученый UAC Профессор Малькольм Бетругер В ходе масштабных действий По превращению Инопланетной пустыни В обжитое место Выяснилось Что в древности Марс населяла Цивилизация Древние обитатели Владели секретом Телепортации И были способны Перемещаться По всей вселенной Бетругер Набросился на это Открытие Как пес На кусок мяса И с невероятным Рвением Принялся За собственные Эксперименты В начале Неодушевленные Предметы А позже И сотрудники Корпорации Все они Перемещались В созданные Бетругером Машины Они рассказывали Что попадали В самый настоящий Акт Чтобы убедиться В этом Бетругер Однажды Сам шагнул В телепортер Прихватив с собой Ценный артефакт Оставленный Древними марсианами Это стало Началом апокалипсиса В лабораториях В тот час Открылся портал Из которого Клынули Полчища Невероятных Тварей Лишь чудом Удалось Усмирить Разродившийся Хаос Бетругер Нашел Свой вечный Дом В этом Средоточии Ужаса Превратившись В омерзительную Гаргуль Открывший дверь В ад Одержимый Ученый Мальколь Бетругер Из ДУМ-3 Удостаивается Сегодня Звание Самого Безумного Корифея Науки По ту Сторону Монитор Только что Вы побывали В лабораториях Десяти самых Безумных Ученых Виртуального Мира Благодаря им Виртуальное Вселенское Зло Становится Еще более Могущественным В следующих Выпусках Нашей программы Мы продолжим Показывать Новые Грани Этого Зла И будьте уверены Вам будет Страшно И интересно